Если температура выше 25 градусов, совка из яйца выводится где-то за 7-9 дней. Если температура 20 градусов, средняя такая облачность, все, уже 14-17 дней. Она повредила морковь у людей, лук, свеклу, картофель, фасоль объедала корни. То есть она просто уничтожала все овощные. Я вот сажаю фасоль по 2-3 штуки и смотрю, некоторые прямо вот засыхают. Непонятно, все хорошо, как бы. Потом уже догадался я вырвать, но надо не днем вырывать, а вечером. Потому что днем совка от жары уходит, когда жарко, а потом она подходит вечером и вредит ночью. Вечером и ночью. Я раскапываю землю, там сидит такой вот червячок, темно-серо-селеноватым отливом. Цвет, она может чуть меняться, ну, сантиметра 2, такой миллиметров 5 толщиной. Мягкий, очень легко давить. И обычно встречается на полях совки не одного вида, а там 2-3-4 вида. Даже представьте, приезжали мы на одно поле. Почему-то нет всходов, всходы очень редкие. Ну, мы думали, что это там черная ножка, ризоктониоз, там другие какие-то заболевания. Потом стали раскапывать рядок. Смотрим, все ростки, которые в почве еще белые, перекушены макушки. 4-5 ростков идет, все перекушены, макушек нет. И смотрим, сбоку пошли еще, ну, новые уже. Вот, стали раскапывать, раскапывать, нашли совка. Поздняя посадка, конец мая, картофель сходит у нас, сколько, 3 недели, да, ну, прогретый 2 недели. Вот, и он уже начал сходить и попал под эту совку, под именно, под массовое такое. И она прямо это поле практически уничтожила. Зашла картошка очень поздно, ну, потому что клубень, она как бы еще может отрастать, но урожай там уже был никакой. Ну, представьте, все ростки повредить, это все затягивается на месяц, на целый заново, все отрастания. Вредитель, как он распространяется, как вот живет. Я сказал уже, что необходима именно жара выше 25 градусов. Бабочка летает, мощная бабочка, похоже на моль, только крупная такая, миллисантиметра 2-2,5, видели его, может, да, и такой брюшко, такой мясистая, такое прямо. Вот летает эта бабочка, летает ночью, откладывает яйца на почву или на сорняки, или возле вот этих вот картофеля. В жару, если сильная жара, где-то уже через 7 дней вырождаются вот эти вот личинки, которые начинают повреждать растения. Дает 2-3 поколения за сезон, то есть есть первое поколение и потом последнее. Вот эта, кстати, свекла была повреждена, получается, в августе. Было очень жарко, и вот где-то третье поколение совки повредило так вот свеклу. Как бы такую вот свеклу взял, а бывали, что глубокие очень, она внедряется в мякоть и выедает там внутри. Вот даже бывает картофель, если попадется, вот он, 5 миллиметров дырочка, а внутри все выгрызано, это совка. Личинка майского жука, она объедает, как крыса, как мышь, вот просто съедает вот так вот все, проволочник там пробивает ходы маленькие, а вот если у вас такие, как говорится, вот так стукнуть, она прямо звенит, да, как пустоты внутри, это совка. Ход проделывает, и внутри выедает вот эта вот мякоть. Если их очень много, то клубни приходят. И что интересно, что клубни повреждены крупные, семенные мелкие могут быть нетронутые, а именно крупные. Почему? Ну, возможно, те крупные клубни были раньше, возможно, они в него промазать не могут, он же больше, да, не знаю чего, ну, как вот и проволочник. Проволочник бьет крупные клубни больше, чем семенные мелкие, и также самая совка бьет больше крупные клубни. Может, они мягче, не знаю. Что интересно, как я еще заметил, если у вас будет картофель там или рано посажен, или совка позже прилетела, и сплошной картофель, то есть не будет темной почвы, все вот в листьях, в стеблях такой сплетит, там совки будет мало. Если у вас будут рядом грядки, грядки хорошо выполнены, то есть темная земля, огурцы там, межа вот открытая, все, и примыкает картофель, вот этот ряд у вас будет практически уничтожен. Она откладывает, ей надо почву. Вот в дерн вот такой вот, она не откладывает, а ей надо вот темненькая почва. Она много откладывает в кукурузе. Кукуруза вырастает долго, но я имею в виду на полях вот у фермеров, а между ряди 70 сантиметров, она долго растет, здесь темная почва, сорняков нету, они там обработали, она здесь поотложит. Одна самка откладывает полторы тысячи яиц. Если хорошие условия, они выживают практически все. Вот представьте, то есть, ну тут и три еще поколения, то есть из этих полторы тысяч еще они отложат, еще будет, ну то есть, размножается очень сильно. Вот поэтому, ну замульчировать соломой, в принципе, ну если ограниченный участок, опять-таки, вы же не знаете, а вдруг уже у вас словка есть в почве. Это же я говорю, которая прилетит к вам. Бабочка летит, да, откладывает, да. Вот сама гусеница вот эта, она далеко не уползет, она здесь будет все питаться. Но вот эта бабочка, она улетает, летает она ночью. И гусеница питается тоже, как я говорил, вот ночью. Как надо обрабатывать? Первый раз обрабатывается картофель. Именно престиж и все там препараты, которые травятся клубней, они не помогают, они травят там процентов 10 всего лишь совки. Это все, они уходят, они попозже, намного позже совка появляется. Но знаете, когда картофель в фазу цветения и сомкнуты все рядки, вам с совкой бороться уже поздно, вы ее не потравите. Значит, в чем здесь смысл? Картофель подъедается на уровне почвы, стебель подъедается, он потом падает. Или до половины откушенный, он потом не растет. Так вот, надо, чтобы яд попал вот сюда вот вниз. И чтобы когда она ела, она съела этот яд, и она потравилась. Этот яд может попасть, вот когда картофель вот такой вот, сантиметров 25, первый раз обрабатывается. Потом с интервалом 5-7 дней, в зависимости от жары, если сильно жарко, то 5 дней, если на средней температуре, то 7 дней. Еще раз обрабатывается, вот картофель. И потом еще третий раз. Что происходит? Бабочка, которая прилетела откладывать яйца, она садится на... При контакте она погибает. И если бабочка хитрая и села в междуряде, не села на растения, есть такие, да, отложит яйца, то вот та совка, которая будет выводиться первого поколения, она будет есть и потравиться. Хотя повреждения будут. Вы поймите, что она же не то, что там, знаете, только дотронулась и умерла. Нет, она наелась, она повредила. Но она повредит хотя бы один с теми у вас. И умрет и не оставит больше поколений. То есть вот такая вот борьба. И препарат должен быть не системный, а контактного действия. То есть чтобы при контакте. Но все контактные препараты, которые продаются мелкой в фасовке, они держат 2-3 дня. И можно под эту совку не попасть. Прилетит она 2-3 дня позже, все, яд ее уже не возьмет, яд уже вышел. Ну, на овощных культурах, такие как лук, морковь, свекла, там я бы, конечно... На картофеле почему можно работать даже и больше? Вы же ботву есть не будете, правда? Препарат контактный, он нут не пойдет. То есть тут можно работать как все. А на овощных, вот свекла, она же торчит из почвы, да? Вот так вот. А вам надо обработать низ. То есть на свеклу попадет вот это все. Много обработок, вдруг оно не разложено. Морковка тоже самая, она торчит из почвы. Поэтому здесь, допустим, ну не более двух обработок. Но одна обработка, знаете, может практически... Если вы попадете, будет хорошо. Процента 80 вы уничтожите. Если не попадете, будет практически ноль. Чтобы гарантированно ее убрать, получается три обработки. Высота 20-25 см картофеля, потом побольше. Ну, короче, до фазы бутонизации, там начало цветения, есть мысль работать. Травиться должна ботва. Идете по одному ряду и вот так вот сверху или сбоку, чтобы попало на низ стебля травиться. И травить надо вечером, желательно ближе к ночи, чтобы ни днем, ни утром, чтобы препарат свежий попал на эти стебли, чтобы на свежий препарат прилетела бабочка или гусеница съела и умерла. Вот. Если вы будете это делать днем, эффективность падает до 50-60%. Хотя бы начинайте, ну, позже восьми часов. Понятно, что никто не хочет по темноте лазить по картофелю, да? Вот. И особенно, вдруг, да, чего у вас там, ехать еще надо. Но не надо начинать в пять там или вообще днем с утра. Это надо делать ближе к вечеру, чтобы свежий препарат был на растениях. Вот, кстати, в этом году мягкая зима. Вы видите, зимы нету, да? Потому что в том году была мягкая зима, поэтому совки получилось много. В этом году еще мягче. Можете дома в подвал себе глянуть, совка зимует в подвалах на потолке. Если у вас на потолке сидят такие бабочки, они иногда, если потолок темный, даже сливаются иногда, вот такие мощные, мясистые. Соберите их в ведро или куда-то, вынесите на мороз, пускай они померзнут. Так что они потом через воздуховоды еще как-то вылетят и все это, и дадут полторы тысячи штук. Можете любым контактным препаратом, вот, обрабатывать, но эффективность у них слабая, вот, которая продается. Обычно контактные препараты, но они действуют три дня. Таких вот... Например, например. Не знаю, или какое действующее вещество... Ну, допустим, Децис, вот, Крате, вот препараты, что там продается? Малой фасовкой. Би-58 новый, он такой опасный препарат, его там пчел убивает, это лучше не применять. Ну, вот контактные препараты, которые продаются, вот, ну, вот, типа Дециса, Крате. Вносить их надо три раза, именно по бабочке ночью, по лету бабочки, надо знать, когда лед. Вот, ну, вот, как я сказал, надо вносить три раза с интервалом 5-7 дней, вот, от высоты картофеля 20-25 сантиметров. Вот будет картофель, вот такие всходы, то есть, смысл есть вносить до светения. Когда будет светение большой лист, вы уже бабочку эту не потравите, и низ стебля вы не попадете ядом. Потому что надо, чтобы яд попал на низ стебля, где грызет это вот именно гусеница. Про совку, ну, один из таких мер борьбы бесплатный, надо вспахивать или вскапывать почву в поздние сроки, то есть, в конце октября. Что это дает? Совка, которая зимует, уже не успевает, она вот зашла в почву, допустим, на 20-30 сантиметров, и она уже в анабиозе находится, приготовилась зимовать. Вы перекопали, и мороз, если он будет, он ее повредит. Если почва тяжелая, слежавшаяся, не вспаханная, то она не промерзнет. А здесь промерзает. Но вот вам год, люди, я посоветовал людям, человек 40-50 реально вспахали в октябре. Они приходят ко мне и говорят, ну, и что будет с нашей совкой? Я говорю, ну, что будет с ней при минус 3? Ничего. Почему я, занимаясь картофелем, больше склоняюсь к химии? Химия хорошая, это практически стопроцентный эффект. Все вот эти вот остальные моменты, это как сложатся условия. Сложатся условия хорошо, поможет. Не сложится, не поможет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»